здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана и сегодня у нас небольшая дегустация мы будем пробовать тигристое вино по технологии astis pumante чуть позже я расскажу в чем суть этой технологии из мускатного сорта винограда зигиреба но начнем по порядку вас наверное очень удивляет вот бутылка может быть не самого красивого цвета и в странном положении начнем по порядку с сырья которого который я использовала это урожай 2021 года и 2021 год к сожалению нас погода немало у нас в конце августа начале сентября были долгие обильные дожди сахар в ягоде размылся и итоговый сахар в сусле был 18 брикс для мускатов вообще самый хороший вариант 22 но дело в том что ягода все равно перевесела и ph был равен 4 с таким page вообще не работают нормальный page это 33 354 но это очень высокие там великие риски окисления особенно у мускатных сортов и в таких случаях идут корректировки этого самого page но я нещу легких путей я решила попробовать поработать с тем чем есть я достану эту бутылку дело в том что почему она в таком положении для того чтобы осадок спустился на горлышко да она у меня была ну вот в таком положении но чтобы вам показать я уже перевернула ее полностью видите цвет такой коричневатый она еще мутновато она еще не полностью осветлилась ну конечно а вроде бы не очень красиво вот эту бутылку мы сегодня открывать не будем хотя такую бутылку я пробовала мы откроем другую потом объясню в чем разница такую бутылку я пробовала чуть-чуть есть тон легкий переспелых таких ягод но те кто скажем так не супер специалисты если не акцентировать на этом внимание то можно и не особо понять что что вообще-то не очень хорошо можно подумать что так и надо приятные мускатные нотки прям такие конфетки то есть даже вот в таком варианте получилось я бы сказала неплохо напомню page все-таки очень высокий конечно я году надо снимать раньше либо что-то добавлять другое сусло либо винную кислоту для того чтобы вот этот параметр откорректировать но конкретно на этой бутылке мы еще не ставим крест она еще не совсем готова я еще можно постоять можно с ней поработать вот вам будет плоховато видно на самом деле если я ее вот так вот буду взбалтывать то идет такая вот муть которая дальнейшем опадает на дно то есть надо просто дождаться времени когда она придет в более приличный вид да еще обещала вам рассказать что такое технология асти спуманта подробно мы и будем разбирать уже в следующем сезоне вот эта технология состоит в том что пока сусло бродит мы его достаточно часто снимаем с осадков таким образом лишаем суслу питательных веществ она очень-очень медленно бродит потом на определенных остаточных сахарах мы заливаем его в бутылку и она уже дображит в бутылке вот опробовать мы сегодня будем вот эту бутылку на здесь старые этикетки я многие бутылки использую повторно и не все этикетки не всегда снимать некоторых бутылка не снимается достаточно тяжело а дело в том что вот эта бутылка она долгое время стояла в холоде и только недавно я ее переместила в квартиру и уже стала работать с осадком а вот эту бутылку я забрала на мойке наверное в ноябре и и она у меня с ноября тоже вот так вот постепенно была в перевернутом состоянии наверное недели три назад я уже полностью сняла ее с осадка и собственно говоря вот ее мы сейчас с вами и откроем итак вот что у нас в бокале легкий пузырек сейчас на камере может быть даже плоховато видно тем не менее он присутствует цвет да он конечно желтый но напомню зигире вообще ягода розовая и несколько отличается от этого то здесь уже цвет более чистый прозрачный тонкий мускатный аромат и знаете что начинает чувствоваться вот какие-то тропические фрукты ну а на вкус это конечно что-то невероятное это яркий аромат до очень долгое послевкусие такого вот какого-то леденца и также какие-то ноты таких вот тропических фруктов может быть личи может быть какая-то маракуя может быть немножко какие-то цитрусовые типа вот грейпфрута такие тонкие нотки аромат и вкус очень богаты при этом я напомню что изначально параметры сусла были крайне плохими все-таки ph очень высокий кроме того с мускатами могут быть определенные проблемы с мускатами как правило работают с серой я иду своим путем я ничего не добавляю я делаю напитки для себя и делаю их максимально натуральными и конечно результатом я очень довольна да есть к чему стремиться есть что улучшать но даже вот вот этот напиток и вот этот то есть этот потом тоже придет к такому же напомню что здесь немножко вот такую же потоку я открывала есть какой-то легкий тон таких переспевших фруктов хотя не каждый его почувствует здесь уже тон абсолютно чистый здесь именно богатые фрукты богатые мускатные нотки и очень долгое послевкусие ну конечно это вообще первое вино из зигире бы которые мы пробуем вот в таком полностью отдельном варианте и когда мы это попробовали то решили что насаждение зигире мы будем еще расширять потому что напиток из этого сорта получается невероятно вкусный при этом делать его не так-то уж и сложно повторю что в сезон все вот эту технология остис поманта мы с вами разберем я все расскажу как делать при этом тоже смотрите как интересно вроде я открывал бутылку не особо на пшикала не особо было пены когда наливала в бокал но тем не менее очень очень мелкие пузырьки вот они идут 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 и когда пьешь тоже пузырек он очень мягким не колючими искусство прям таки обволакивающие для первого раза я бы сказала что это очень хороший результат ну чуть-чуть подкорректировав изначально параметры конечно можно добиться и еще лучше но даже то что я получила на сегодняшний день результаты замечательные можно работать и повторю что мы для себя решили расширить насаждение данного сорта конечно в среде профессионалов вы можете услышать такое мнение что мускатные вина вообще это не самая лучшая вина это достаточно простые вина но мы в домашнем виноделии все делаем для себя и под наши вкусы поэтому нам решать хотим работать с мускатами либо мы хотим работать с другими сортами у меня сортов много я делал разные вина и каждая из них она имеет свою особенность и свой такой неповторимый шарм еще раз повторюсь зигире бы я работала первый раз вот в моно вине и честный результат меня и порадовал и в то же время удивил потому что ну это очень вкусно это не просто вкусно это прям вот взрыв взрыв всего хотя когда-то давно когда мы его только посадили и читали его описание у нас даже были сомнения будет ли он у нас расти потому что есть мнение что это сорт достаточно капризный он подвержен гнилям и так далее но честно вам скажу не настолько уж и капризный я показывала его урожай я показывала в каких условиях у нас растет к сожалению не самых лучших в плохо проветриваемых тем не менее можно и урожай собрать и результат честно вам говорю ну конечно это мое мнение но мое мнение что результат того стоит чтобы с этим сортом повозиться и может быть уделить ему чуть чуть больше внимания чем каким-то другим хотя ненамного даже в не самых лучших условиях он дает очень приятные радующие результаты ну конечно мы же будем надеяться на то что погода не будет каждый год такой плохой что все-таки она нам позволит собирать урожай в несколько лучших кондициях ну а на этом я с вами прощаюсь большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под видео нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов и награды и контакты и до новых встреч